Рэй Брэдбери. Радиоспектакль на Красной планете. Канал для души приветствует вас и желает вам приятного прослушивания. Рэй Брэдбери. Рэй Брэдбери. Рэй Брэдбери. Что осталось с теми тремя, никто на земле не знал. Пропали, исчезли, растворились. Когда они вышли из ракеты в ночной мрак, было так холодно, что Спендер сразу принялся собирать марсианский хворост для костра, подпалил его и стал смотреть, как он горит. В разреженной атмосфере Марса голова становилась словно хмельная, если двигаться слишком быстро. Эй, Спендер, зачем хворост? Ведь у нас есть химическое горючее. Тащить сюда нашу химическую печь среди развалин этих древних городов кощунство. Еще будет время швырять пустые консервные банки в гордые марсианские каналы. Ха-ха-ха. Все равно посадку надо отпраздновать. Как следует. Капитан Уайлдер, неплохо бы вскрыть несколько банок с джином и мясом и мало скутнуть. Надо, надо, надо. Капитан. Капитан, это было бы неплохо. Это было бы неплохо. Я вас понимаю. Несите. Итак, мы здесь. Мы добрались сюда через эту чертову пустоту, и все живы. И в оболочке нет дыры от метеорита. И мы пробуравили космос и пригнали ракету на Марс. Ура! Пир был в самом разгаре, когда в небе чиркнуло пламя, и мгновение спустя рядом с их стоянкой села вспомогательная ракета. Открылся маленький люк, и оттуда вышел Хэтуэй, врач и геолог. Э-э-э, да вы веселитесь! Ну, каковы результаты разведывательного полета, Хэтуэй? Вон тот город мертв, капитан. Мертв уже много тысяч лет. Как и три города в горах. Но пятый город в двухстах милях отсюда. Ну? Еще на прошлой неделе там жили. Марсиане. И где они теперь? Умерли. Я зашел в один дом. Думал, что он, как и другие дома в остальных городах, заброшен много веков назад. Силы небесные. Сколько там трупов. Словно груды осенних листьев. Причем умерли совершенно недавно. Самое большое дней десять назад. А в других городах хоть что-нибудь живое вы видели? Ничего. Из пяти городов четыре заброшено много тысяч лет назад. Зато в каждом пятом городе одно и то же. Тела. Тысячи тел. Отчего они умерли? Вы не поверите. От ветрянки. Может быть. Точно. Я сделал анализы. Ветряная оспа. Ее действие на марсиан совсем не такое, как на землян. Видимо, все дело в обмене веществ. Выходит. Значит, выходит, по крайней мере, одна из трех прошлых экспедиций добралась до Марса. Да. Что с ними стало, одному Богу известно. Но мы совершенно точно знаем, что они, сами того не желая, сделали с марсианами. И нигде никаких признаков жизни? Возможно, несколько марсиан вовремя сообразили и ушли в горы. Но даже если так, бьюсь об заклад, что проблем от уземцев здесь нет. Их слишком мало. Песенка марсиан спета. Это несправедливо. Несправедливо. Детская болезнь, которая на земле не убивает даже детей. Ой, да брось, Пендер. Главное, что мы живем. Ого! Веселье вспыхнуло опять с новой силой. Посыпались соленые шуточки. Начался какой-то неистовый танец. Бикс пьяно топтался вокруг и пытался дирижировать пляской, размахивая руками. Затем он стал швырять бутылки в голубую воду канала. И здесь Пендер не выдержал. Он подбежал к Биксу и ударил его. Сперва по зубам, потом в ухо. Прекратить! Немедленно прекратить! Всем задеть место в ракете! Сейчас я ему дам! Вы слышали приказ, Бикс? Немедленно в ракету! Пройдите ко мне, Сандер! Объясните, в чем дело? Не знаю. Не знаю. Мне стало стыдно. За нас. За этот Содомб. Господи, какое безобразие! А путешествие было долгое. Надо же им отвезти душу. Уплатите штраф. Слушаюсь, капитан. Но уж очень неприятно, когда думаешь, что они видят, как мы корчим дураков. Они? Марсиане. Будь то живые или мертвые, все равно. Безусловно, мертвые. Вы думаете, они знают, что мы здесь? Разве старое не знает всегда о появлении нового? А можно подумать, что вы верите в духов. Я верю в вещи. Я верю в вещи, сделанные трудом. А все вокруг показывает, сколько здесь сделано. Здесь есть улицы и дома, и книги, куда ни глянешь, всюду вещи и сооружения, которыми пользовались вокруг нас вещи, у которых было свое назначение. горы, у которых были свои имена и названия. А названия, которые мы дадим городам, каналам и вершинам, скатятся с них, как с гуся вода. Мы можем сколько угодно соприкасаться с Марсом, настоящего общения, никогда не будет. В конце концов, это доведет нас до бешенства. И знаете, что мы сделаем с Марсом? Мы его распотрошим, снимем с него шкуру и перекроим ее по своему вкусу. Нет, нет, нет. Мы не разрушим Марс. Он слишком велик и великолепен. Вы уверены? У нас, землян, есть дар разрушать великое и прекрасное? Если мы не открыли сосисочную в Египте среди развалин Карнакского храма, то лишь потому, что они лежат на отшибе и там не развернешь коммерции. Они знают, что мы сегодня появились здесь, что будем им пакостить. Они должны нас ненавидеть. Но здесь нет ненависти. Судя по их городам, это были добрые, красивые, мудрые люди. Кто знает, может быть, в конечном счете все это изменит нас к лучшему. Ведь когда-нибудь Земля станет такой, каков Марс теперь. Так что Марс нас отрезвит. Наглядное пособие по истории цивилизации, полезный урок. вот и все. Да. Штраф остается в силе. на следующий день небольшой отряд космонавтов направился к ближайшему городу. эй, 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 кто-нибудь есть в городе? Отзовись! Прекратите бить! Простите, капитан, но у меня такое ощущение, что в этом мертвом городе кто-то есть. Лорд Байрон, вы с ума сошли, Стендер. Какой лорд? Лорд Байрон, поэт, жил в 19 веке. Давным-давно он написал стихотворение. Оно удивительно подходит к этому городу и выражает чувства, которые должны были бы испытывать марсиане, если только здесь осталось кому чувствовать. Такие стихи мог бы написать последний марсианский поэт. И что же это за стихотворение? Не бродить уж нам ночами, хоть душа любви полна и по-прежнему лучами, серебрит простор луна. Меч сотрет железо ножем, и душа источит грудь, вечный пламень невозможен, сердцу нужно отдохнуть. Пусть влюбленными лучами месяц тянется к земле, не бродить уж нам ночами в серебристой лунной мгле. Каждый из космонавтов получил от капитана задание и они разошлись в разные стороны. Вечером они снова собрались вместе, все кроме Спендера. Капитан ждал до четырех утра, а потом отдал приказ двигаться к ракете. Прошла целая неделя, а Спендер не появлялся. Капитан разослал на поиски его несколько отрядов, но они вернулись и доложили, что не понимают, куда он мог деться. Ничего, надоест шляться, сам придет. И вообще, он нэтик и брюзга, ушел, и черт с ним. Капитан промолчал, но записал все в корабельный журнал. На следующее утро Биггс сидел на краю канала, подставив лицо солнечным лучам и болтая ногами в прохладной воде. Вдоль канала шел человек. Его тень упала на Биггса. У тебя проклят. Спендер, где ты шлялся? Тебя обыскались. Хочешь пива? Я последний марсианин. Ты с ума сошел, Спендер? Повторяю, я последний марсианин, и я убью тебя. Брось. Убери револьвер. Что за глупые шутки, Спендер? Встань. Умри как мужчина. Ради бога, убери пистолет. В тот день у ракеты оставалось четверо космонавтов. Остальные ушли в город. Когда Спендер подошел к ракете, они уписывали только что приготовленный завтрак под навесом, который поставил кок. А вот наш одинокий волк идет. Давненько не виделись, Спендер. Мне надо было кое-что выяснить. Что вы скажете, если я вам сообщу, что видел здесь по соседству марсианина? Марсианина? Где? Это неважно. Как бы вы себя чувствовали на месте марсиан, если бы в вашу страну явились люди и стали бы все громить? Я то знаю, что бы я чувствовал. В моих жилах есть кровь племени черроков. Мой дед немало мне порассказал из истории Оклахомы. Так что если тут остались марсиане, я их понимаю. Я встретил его в одном из мертвых поселений. Не знаю, что он там делал. Эту неделю я прожил в маленьком городке. Пытался разобрать древние письмена. Изучал их старинное искусство. И вот однажды увидел марсианина. Ну? Он только на миг появился и тут же пропал. Потом два дня не показывался. Я сидел над письменами, когда он снова пришел. И так несколько раз. С каждым разом все ближе и ближе. В тот день, когда я наконец освоил марсианский язык, так быстро. Это удивительно просто. Очень помогают пиктограммы. Ну, а дальше что? Так вот, день марсианин появился передо мной и сказал, дайте мне ваши башмаки. Я отдал ему башмаки, а он говорит, дайте мне ваше обмундирование и все, что на вас надето. Я все отдал. Он опять дайте пистолет, подаю пистолет. Тогда он говорит, а теперь пойдемте со мной и смотрите, что будет. И марсианин пошел в лагерь. И вот он здесь. Что за чушь? Я не вижу здесь никакого марсианина. очень жаль. Спендер, ты что ты наделал? Ты убил их. Так надо, Чироки. Послушай меня. Ты можешь пойти со мной. Ты убил их? Повторяю, я принимаю тебя в свою компанию. Ты их убил. Они это заслужили. Ты сошел с ума. Возможно, но ты можешь пойти со мной. Пойти с тобой? Зачем? Уходи. Убирайся прочь. Я то думал, хоть ты меня поймешь. Убирайся, а не то я убью тебя. Нет, ты даже не успеешь вытащить пистолет. Ты ты подлец, Спендер. Ты ты подлец. Преследование, которое вскоре организовал капитан Уайлдер, началось по всем правилам. Спендер знал, что его постараются взять в кольцо и шел в горы все выше и выше. На одном из склонов были разбросаны виллы марсиан. Спендер позволил себе окунуться в бассейне одной из них, но когда он покидал виллу, раздались выстрелы и в пяти шагах позади него взорвался осколками кирпич. Десять выстрелов прогремели один за другим. Он методично отстреливался. И тут вдруг капитан выпрямился во весь рост, держа белый платок в поднятой руке. Он что-то сказал своим людям и отложив винтовку в сторону пошел по склону. Спендер немного выждал, потом и он поднялся с пистолетом на готове. Сигарету? Спасибо. Жарко? Очень. Как вы тут хорошо устроились? Отлично. И сколько думаете продержаться? Столько, сколько нужно, чтобы уложить всех вас. Но вы могли сделать это раньше, когда мы возвращались к ракете и еще не знали о тех четверых. Знаю. Духу не хватило. Я понял, что они просто глупцы и я зря поднял на них руку и уже не мог заставить себя продолжать. вот и ушел сюда, чтобы разозлиться и восстановить нужное настроение. Восстановили? Не совсем, но вполне достаточно. почему вы так поступили? Потому что нам можно только мечтать обо всем том, что я увидел у марсиан. Они остановились там, где нам надо было остановиться сто лет назад. Я походил по их городам, узнал этот народ и был бы счастлив назвать их своими предками. Да, да, там у них чудесный город. Не только в этом дело. Конечно, их города хороши. Марсиане сумели слить искусство со своим бытом. У нас искусство всегда особая статья в комнате чудаковатого сына наверху. Остальные принимают его, так сказать, воскресными дозами. Кое-что в смеси с религией у марсиан есть все. И искусство, и религия, и другое. А думаете они дознались, что к чему? Уверен. И вы по этой причине стали убивать людей. Когда я был маленьким, родители взяли меня с собой в Мехико-сити. Никогда не забуду, как отец там держался, крикливо, чванно. Матери там очень люди тоже не понравились, не понравились тем, что у них темная кожа. Я представляю себе, что попади отец и мать на Марс, не повели бы себя здесь точно так же. Вы слышали речи в Конгрессе перед нашим вылетом? Мол, если экспедиция удастся, на Марсе разместятся три атомные лаборатории и склады атомных бомб. выходит Марсу конец, все эти чудеса погибнут. Вы вспомните, что было с Мексикой, когда туда из Испании явился Кортес со своей милой компанией. Какую культуру уничтожили эти праведники изуверы? А нельзя сказать, что сегодня вели себя нравственно. А что мне оставалось делать? Спорить с вами? Ведь я один. Один против всей этой подлой, ненасытной шайки там, на земле. Они же сразу примутся сбрасывать здесь свои атомные бомбы, драться за базы для новых войн. Мало того, что одну планету разорили, надо и другие все изгадить. Мне оставалось только убить всех вас и зажить на свой лад. Но вышло иначе. Да. Когда я убил пятого, там у ракеты, я понял, что не сумел обновиться полностью, не стал настоящим марсианином. Не так-то легко оказалось избавиться от всего того, что к тебе прилипло, прилипло на земле. Но теперь мои колебания прошли. Я убью вас всех до одного. Это задержит отправку следующей экспозиции самая малая лет на пять. Так точно. Наши ракеты единственные. Других таких сейчас нет. На земле будут ждать вестей года два, а новую ракету будут строить вдвое дольше. Сделают лишнюю сотню опытных конструкций, чтобы застраховаться от новых неудач. Пожалуй, расчет верный. Если же вы возвратитесь с хорошими новостями, это ускорит массовое вторжение на Марс. А так даст бог доживу до шестидесяти и буду встречать каждую новую экспедицию. Я, конечно, подружусь с ними, расскажу, что наша ракета неожиданно взорвалась. Я взорву ее на этой же неделе, как только управлюсь с вами. А потом всех их прикончу. Думаю, что на полвека мне удастся отстоять Марс. Земля невероятно скоро прекратят попытки. Помните, как люди остыли к строительству цепелинов, которые все время загорались и падали? Да, вы все продумали. Вот именно. Кроме одного. через час кольцо сомкнется и вы будете мертвы. Я обнаружил надежные подземные ходы, которых вам ни за что не найти. Уйду туда, отсижусь несколько недель, ваша бдительность ослабнет, тогда я выйду и снова ухлопаю вас одного за другим. Спендер, расскажите мне про эту вашу здешнюю цивилизацию. Они умели жить с природой в согласии, в ладу. Они не лезли из кожи вон, чтобы провести грань между человеком и животным. Эту ошибку допустили мы, когда появился Дарвин. А потом мы вдруг обнаружили, что Дарвин никак не согласуется с нашей религией. Во всяком случае, нам так показалось. А марсиане нашли верный путь. Они сумели сочетать науку и веру так, что те не отрицали одна другую, а взаимно помогали, обогащали. Прямо идеал какой-то. Так оно и было. Я видел их скульптуры. Везде изображены животные. И марсиане узнали тайну жизни у них. Животное не допытывается, в чем смысл бытия. Оно живет. Живет ради жизни. Для него ответ заключен в самой жизни. В ней и радость, и наслаждение. Все их скульптуры символическое изображение животного. Это язычество какое-то. Напротив, напротив, это символ жизни. На Марсе тоже была пора, когда в человеке стало слишком много от человека и слишком мало от животного. Но люди Марса поняли, чтобы выжить, надо перестать допытываться, в чем смысл жизни. Жизнь сама по себе есть ответ. Цель жизни в том, чтобы воспроизводить жизнь и, возможно, лучше ее устроить. Марсиане заметили, что вопрос для чего жить родился у них в разгар периода войн и бедствий, когда ответа не могло быть. Но стоило цивилизации обнести равновесие, как этот вопрос опять оказался бессмысленным. Когда жизнь хороша, спорить о ней незачем. послушать вас так марсиане были довольно наивными. Только там, где наивность себя оправдывала. Они излучились от стремления все разрушать, все развенчивать. Они слили вместе религию, искусство и науку. Ведь наука в конечном счете исследование чуда, коего мы не в силах объяснить, а искусство толкования этого чуда. Они не позволили науке сокрушать эстетическое прекрасное. А я понимаю вас, спендер. И иногда я думаю, что сам бы с удовольствием здесь поселился. Вам стоит только захотеть, капитан. Вы предлагаете это мне? Кто из ваших людей способ по-настоящему понять все это? Они же профессиональные циники. Их уже не исправишь. Ну зачем вам возвращаться на землю вместе с ними? Чтобы купить себе точно такой вертолет, как у Смита? Чтобы слушать музыку не душой, а бумажником? Здесь я нашел запись марсианской музыки. Такой вы больше нигде не услышите. Это все довольно заманчиво. И все же вы не останетесь? Нет, но за предложение все-таки спасибо. И вы, разумеется, не согласны оставить меня в покое. Мне придется вас всех убить. вы оптимист. Мне есть за что сражаться и ради чего жить, поэтому я лучше вас преуспею в убийстве. У меня теперь появилась, так сказать, своя религия. Я заново учусь, учусь дышать, лежать на солнышке, загорать, впитывая солнечные лучи, слушать музыку и читать книги. А что мне может предложить ваша цивилизация? Мне очень жаль, что так получается. Обидно за все это. А теперь, пожалуй, идите обратно, чтобы вы могли начать вашу атаку. Да. Да. Пожалуй. Капитан, вас я убивать не стану. Когда все будет кончено, вы останетесь живы. Что? Я с самого начала решил пощадить вас. Вот как? Я спас вас от всех остальных. Когда они будут убиты, вы, может быть, передумаете. Нет. в моих жилах слишком много земной крови. Я не смогу дать вам уйти. Даже если у вас будет возможность остаться здесь? Да. Как ни странно, даже тогда. И не знаю, почему. Я никогда не задавался таким вопросом. Вам пора идти, капитан. Спандер, пойдемте со мной добровольно. Я предлагаю в последний раз. Благодарю. Не пойду. И еще одно напоследок. Если вы победите, сделайте мне услугу. постарайтесь насколько это возможно оттянуть растерзание этой планеты хотя бы лет на пятьдесят. Пусть сперва археологи потрудятся здесь как следует. Насколько это в ваших силах. Обещаете? Обещаю. И еще. Если от этого кому-нибудь будет легче, считайте меня безнадежным психопатом, летним днем окончательно свихнулся. Да так и не пришел в себя. Может быть вам будет легче. Я подумаю. Прощайте, спендер. Счастливо. вы странный человек. Вокруг спендер медленно стягивала с редкой движущейся цепочка людей. Он лежал на вершине за двумя большими камнями, устало кривя рот от нехватки воздуха. Капитан отчетливо видел эти камни. Он был к ним ближе всех. Камни разделял просвет сантиметров около десяти, оставляя незащищенный грудь спендера. Капитан Уайлдер поднял пистолет. Ну, спендер, товарищи, уходи, как у тебя было задумано. Даю тебя 30 секунд. Уходи, потом опять выйдешь. Ну, ты же сказал, что уйдешь. Уйди в эти катакомбы, которые ты разыскал. Заляг там, живи месяц, год, много лет. Читай свои замечательные книги, купайся в своих храмовых бассейнах. Давай же, человечея. Ну, пока не поздно. Уходи. Спендер. Все в порядке, капитан. Он мертв. В грудь? В грудь. Хотел бы я знать, почему он ждал. Хотел бы я знать, почему он не ушел. Как задумал. Хотел бы я знать, почему он дожидался, пока его убьют. Кто ведает? Да. Нам его никогда не понять. А мы никогда не смогли бы поладить. до него лучше так, вышло. Дайте коглотнуть из фляги. Предложение схоронить Спендера в пустом саркофаге исходило от капитана. Саркофаг был на древнем марсианском кладбище, которое они обнаружили. Испендера положили в серебряную гробницу, скрестив ему руки на груди и туда же положили свечи и вина, изготовленные десять тысяч лет назад. А на следующий день один из космонавтов затеял стрельбу по мишеням в одном из мертвых городов. Он стрелял по хрустальным окнам и сшибал макушки изящных башен. Капитан поймал его и выбил ему зубы. Шли годы и земляне прилетали на Марс. Прилетали потому, что чего-то боялись и ничего не боялись, потому, что были счастливы и несчастливы, чувствовали себя паломниками и не чувствовали себя паломниками. У каждого была своя причина. Шли годы и ракеты жгли сухие луга, обращали камень в лаву, дерево в уголь, воду в пар. Старые марсианские названия были названия воды, воздуха, гор. Ракеты обрушились на эти имена, разбивая вдребезги мрамор и над грудами обломков выросли огромные пилоны с новыми указателями. Айронтаун, Стилтаун, Детройт 2. Знакомые механические, металлические названия с земли. Шли годы. И вот однажды световое радио принесло сообщение с земли. Возвращайтесь домой, домой, домой. Вы нужны земле, вы нужны земле. Люди оставили новые города, и ракеты одна за другой стартовали домой, на землю. Через две недели Марс был пуст. Только Хэтуэй ничего не знал, потому что уже месяц был занят археологическими расхопками высоко в горах. Но в тот вечер, когда маленькая голубая звездочка вдруг ярко вспыхнула, он все понял. Шел двадцать шестой год после всеобщего отъезда. Марс представлял собой огромный могильник, а земля, что с ней? В долгие марсианские ночи Хэтуэй и его семья часто размышляли об этом. Когда ты смотришь в свой телескоп, отец, после этого ты всегда такой грустный, ты смотришь на землю? Да, на землю. А что происходит сейчас на земле? Что происходит на земле? Я не приметил никаких изменений, мой телескоп их не заметить. Я хочу выйти, немножко подышать. Но сейчас такой ветер. Я не пойду далеко, не беспокойтесь. Кто простит меня за то, что я сделал? Но ведь я был очень, очень одинок. Все ждешь и ждешь, все смотришь на небо. Размышляя, Хэтуэй по привычке смотрел в небо и ждал. И тут он увидел, что в небе горит красный огонек. Он споткнулся, упал, поднялся на ноги, побежал за лачугу, развернул телескоп и направил его на небо. Жена! Жена! Что случилось? У меня добрые вести. Сюда летит ракета. Она заберет нас всех домой. Рано утром она будет здесь. Ты точно видел? Да, 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 да. А вы приготовьте роскошный завтрак, надевайте свои лучшие наряды, ждать осталось недолго. Он побежал к своему огромному сараю. Внезапная острая боль в груди заставила его остановиться. Он посидел на камушке, отдышался и побежал дальше уже без передышки. Утром он стоял перед ракетой, ожидая, когда откроется люк. Боже мой, капитан Уайлдер. Кто это? Господи, да это же Хэтуэй. Совершенно верно, капитан, это я. Давненько же мы расстались. Очень давно, двадцать лет я мотался, Юпитер, Сатурн, Нептун. Вы столько путешествовали, наверное, не знаете даже, что произошло. Догадываюсь, мы дважды обошли вокруг Марса и никого Марс вымер, начисто вымер. А как Земля? Я знаю не больше вас. Вы летите туда, капитан? Вы возьмете нас с собой? Да, разумеется. У вас тут помню жена, сын. Да, жена, сын. Припоминаю, они здесь? В нашей лачуге, вон там, на горке. Мы приготовили вам отличный завтрак. Пойдемте. А сочну за честь, мистер Хэтуэл. Здесь совсем недалеко, капитан. Я еще не представил вам своих коллег. Наш врач, а это Уильямсон. Очень рад. помните Спендера, капитан? Никогда не забывал. Я часто прохожу возле его могилы, а ведь в конечном счете вышло вроде как он хотел. Он был против того, чтобы мы здесь селились. Теперь, наверное, счастлив, что все отсюда убрались. Ой, что-то сердца хватает. Посижу, простите, переволновался после стольких лет и вдруг встреча с вами. Доктор, посмотрите, что с мистером Хатвейм. Сейчас, капитан. Понимаете, я все эти годы жил ради сегодняшнего дня, а теперь, когда вы готовы забрать меня на землю, мне вроде бы ничего больше и не надо, и я могу лечь и отдать концы. Мистер Хатвейм, возьмите вот эту таблетку, вам бы лучше отдохнуть побольше. Ерунда, вы меня уже вылечили. Вот мы и пришли. Алиса, посмотри, кого я привел. Помнишь капитана Уайлдера? Ну, ну, конечно, капитан Уайлдер. Помнится, миссис Хатвейм и мы вместе с вами обедали? Да, помню. А это наш сын. Очень рад. Простите, капитан, мы вас покинем ненадолго. Сейчас мы принесем имбирные пряники. А неужели настоящие имбирные пряники? Конечно, мы сейчас. Уильямсон, вы ничего не заметили? Не только заметил, но даже кое-что выяснил. Что? Я спросил у сына, сколько ему лет, и тот ответил 23. Значит, и вы заметили. Мне 43 года, капитан. 20 лет назад я учился вместе с молодым Хэтуэем. Он говорит, что ему 23. Но это одна видимость. Ему должно быть 42, самое малое. И, кроме того, он меня не узнал. Что все это значит? Не знаю. Вот что, Уильямсон. Я хочу дать вам одно поручение. Постарайтесь выполнить его, пока мы завтракаем. Думаю, много времени вам не понадобится. Это недалеко отсюда. Я видел с ракеты, когда мы садились. Слушай, капитан. Прекрасный завтрак. Миссис Хэтуэй, вы сделали нам такой подарок. Я очень рада. Это еще не все. Сейчас мы подадим клубнику. Потрясающе! Я хранил ее много лет ради этого случая. О, опять заколола в груди. Вам нужен покой, мистер Хэтуэй. Ничего, ничего страшного. Мы сейчас подадим клубнику. Э, Алиса, Джон, пошли со мной. Капитан, я выполнил ваше поручение. Отлично, Уильямсон. Вы управились вовремя. Я нашел это место и нашел это кладбище. И видели кресты? Да. Алиса и Джон Хэтуэй умерли от неизвестного вируса девятнадцать лет назад. Спасибо, Уильямсон. Но кто же эти? Не знаю. Они идут. Ни слово о том, что вы сказали, ведите себя, как ни в чем не бывало. А вот и клубника. Отец, я сейчас расставлю тарелки. Молодец, сынок. У тебя все готово, Алиса? Да, сейчас. Итак, капитан. О, о, боже, какая боль. Доктор, доктор, что с ним? Не знаю, судя по всему, сердце. Капитан, я, похоже, испортил вам завтрак. Чепуха, не волнуйтесь. Лежите спокойно, мистер Хэтуэй. А где Алиса? Где Джон? А, они несут тарелки. Попрощайтесь, капитан, за меня с женой и сыном. Я умираю. Я сейчас их позову. Да? Нет, нет, не надо. Они не поймут. И я не хочу, чтобы они понимали. Не надо. Доктор, что с ним? он умер. А вот и тарелки. Прошу вас, можно есть клубнику. Миссис, простите, ваш муж умер только что. Сердце. Очень жаль. Это все, что вы можете сказать? Вам не больно? Мама. Он не хотел, чтобы мы огорчались, когда это произойдет. Да, сынок? Да, мама. И он не велел нам плакать. Знаете, он даже не научил нас плакать, не хотел, чтобы мы умели. Говорил, что хуже всего для человека познать одиночество, познать тоску и плакать. Поэтому мы не должны знать, что такое слезы и печаль. Мистер Хэтуэй великолепно сделал вас сына. Ваши слова обрадовали бы его. Он очень гордился нами, а потом даже забыл, что сам нас сделал. Он принимал нас за настоящих жену и сына. Да, с вами ему было легче. Да, из года в год мы все сидели и разговаривали. Он любил разговаривать. Только одного он не сумел сделать, чтобы мы старились. Сам старился, а мы оставались все такими же. Но мне кажется, это его не очень беспокоило. Да, сынок? Совсем не беспокоило. Нам пора идти. Мы похороним его. До свидания. До свидания. Что мы будем делать с ними? С Алисой и Джоном? Не знаю. Может быть, выключить их? Нет, не надо. Вы правы, капитан. Пусть все останется как есть. Такого совершенства человек больше никогда не создаст. Они созданы для долголетия. Ладно. Поднимайтесь на борт. Полетим дальше. По ночам, когда ветер свистит над ложем мертвого моря, над шестигранниками на кладбище, над двумя старыми крестами и одним новым, по ночам в низкой каменной лачуге горит свет. Ревет ветер, вихрится пыль, сверкают холодные звезды, а в той лачуге две фигуры мать и сын не дают погаснуть очагу, сами не зная зачем, и разговаривают, и смеются. Из года в год, из года в год каждую ночь, сама не зная зачем, женщина выходит из лачуги и, вскинув руки, долго смотрит на небо, на зеленое пламя земли, не понимая, зачем она это делает. Потом возвращается в дом и подкидывает щепку в огонь, а ветер крепчает, и мертвое море продолжает оставаться мертвым. весны 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 д до Продолжение следует...